Приветствую всех! У нас сегодня опять прекрасная новость. Мы для вас подготовили в Zoha Analytics вот такой замечательный дашборд, который можно легко адаптировать к различным источникам данных. В данном случае он настроен на Zoha Books. И на примере компании, которая предоставляет юридические услуги мы сделали такой, настроили дашборд притока и оттока клиентов. Это очень ценная информация и не всегда ее этот график не всегда ее просто добыть и не всегда этот график так просто построить как описать. То есть как он описывается очень легко, но почему-то всегда возникают у многих аналитиков и программистов сложности с построением этого графика. Что он из себя представляет? То есть самая ценная информация это представлена на первом графике это активная база клиентов. То есть мы видим как растет активная база клиентов. Активная база клиентов это клиенты, которые платят нам постоянно деньги. Что скрывается под словом постоянно? Это период, период неоплаты допустим. Если мы выбираем, что клиент перестает быть нашим клиентом, если не платил уже. В данном случае мы выбрали 70 дней, то есть два месяца и 10 дней. То значит он уходит в так называемый отток. То есть он вычитается из базы активных и база активных уменьшается на одного человека. Каждый новый приходящий клиент увеличивает активную базу на одного. И есть еще третий момент это возвратные клиенты. То есть он 70 дней ничего не покупал, 100 дней ничего не покупал, а через допустим 180 дней пришел и что-то купил. То есть мы понимаем, что он 180 дней назад ушел в отток, 6 месяцев назад, полгода, а потом из этого оттока вернулся. То есть это возвратный клиент, он тоже увеличивает нашу активную базу на единичку. И вот этот график у нас первый показывает нашу активную базу. Здесь написано не активная база клиентов, а рост активной базы. Я объясню почему. Здесь указано за весь период рост активной базы. Если мы выберем период за этот год, например, мы увидим, что начинается период с 3 и заканчивается 12. То есть насколько вырастала база за этот период. Она в первом месяце составляла 3, потом 6 и так дальше до 12. Если вернемся опять к полному периоду, мы видим, что на конец периода у нас 23. То есть за весь период у нас накопилась активная база в 23 клиента. То есть зачем это сделано? Просто удобно посмотреть, сколько за этот год мы наработали, насколько мы увеличили в этом году свою активную базу на 12 человек в данном случае. Перейдем к следующему нашему графику. Сбросим фильтр. Этот график нам показывает вот как раз те три потока, которые формируют нашу активную базу. Это отток красненьким показан. Это клиенты, которые нам не платят, которые по нашим условиям от нас ушли. То есть которые не платили более 70 дней. Есть новые клиенты. Это клиенты, которые мы привлекаем рекламой или каким-то другим способом, которые к нам приходят и начинают платить деньги. И вернувшиеся клиенты это те, которые на какой-то период от нас ушли по разным причинам, а потом вернулись. То есть мы повторно им что-то продали. Это видно синенький. То есть синенький плюс зелененький это наш позитивный рост базы. Красная это отрицательная. То есть уменьшение. Уменьшение активной базы. Ну в целом тенденцию мы видим отличную для компании. В целом активная база растет. Это даже при том, что если у нас мы видим, что продажи на данный момент не очень, заход денег, то мы понимаем, что тенденция нам позволяет планировать ресурсы в позитивном ключе. Дальше мы видим здесь наши тенденции роста и уменьшения базы. Мы видим, что в декабре, допустим, 2018-го у нас был прям скажем кризис. Новых клиентов не пришло, но зато два ушло. Но потом в январе это все компенсировалось. Видимо в декабре был период заключения контрактов, а в январе уже начали заходить деньги и причем активно. И клиенты стали возвращаться. Вот, допустим, в марте у нас три клиента вернулись. Прекрасный показатель. И бонусом к этим двум графикам активной базы оттоку-притоку мы сделали отчет средний чек. Почему это важно? По среднему чеку и валовая прибыль. Потому что база клиентов может расти, это все прекрасно, но если падает средний чек, то будет падать и валовая прибыль. Соответственно, наш результат даже при росте базы будет финансовый результат отрицательный. Поэтому revenue это у нас валовая прибыль, а тв это у нас средний чек. Average transaction value. Так, если расшифровать, то есть средняя сумма транзакции. И таким образом мы видим, что наш средний чек, можем кстати здесь для удобства выключить, сначала средний чек и посмотреть, как у нас движется revenue. Мы видим, что валовая прибыль в принципе идет по хорошей тенденции. В июне провал, хотя клиента выросло, но видно еще ожидаем оплаты. Так, и посмотрим средний чек рядышком. Мы видим, что средний чек у нас методично рос до декабря 2018 года, а в январе средний чек, то есть у нас получается мы выросли за счет более мелких клиентов. В данном случае компания получила более мелких клиентов в большем количестве. Средний чек упал, но при этом валовая прибыль продолжает расти. То есть прекрасные финансовые показатели показывают, что рост базы, активной базы клиентов неформальный, а он приводит к отличным результатам. Теперь я в двух словах отвлекусь и расскажу, каким образом это рассчитывается. И сейчас мы посмотрим, каким образом, если еще не понятно из этих графиков и для кого эти графики в новинку, я покажу, каким образом это все рассчитывается. Каким образом рассчитывается активная база. БК это база клиентов наших активных. Вот скажем, на первый по оси Y у нас база клиентов количество, по оси X это у нас месяца. Первый месяц у нас было два активных клиента, которые в начале месяца что-то купили и они на протяжении этих двух месяцев продолжают оставаться у нас активными. Потом у нас появляется на втором месяце новый клиент. Это получается приток. И таким образом активная база у нас вырастает до трех. Вот мы смотрим, что у нас здесь три. Будем так растягивать, чтобы ось Y было видно. Но четвертом месяце от нас уходит один клиент не платит и второй клиент в пятом месяце. И активная база у нас соответственно. Вот отток мы видим внизу красная линия минус один минус один, чтобы было видно. И на пятом месяце у нас активная база это один клиент. Но смотрим, что на шестом месяце один из клиентов, который купил в первом, который ушел в отток, решает что-то купить. И он у нас получается вот здесь плюс один. Это не приток, то есть это не новый клиент. Это у нас получается возвратный клиент. И соответственно активная база у нас сразу вырастает до двух. Вот таким образом этот график очень наглядно демонстрирует как считается активная база. То есть есть активный кто заплатил. Вот здесь допустим была точка платежа у одного и точка платежа у другого. Потом они оба по очереди ушли в отток в четвертом месяце и в пятом. А потом один из них вернулся, заплатил и стал нашим клиентом уже в шестом месяцем. Какие данные нужны для расчета этого отчета? Данных нужно совсем немного. Нужна дата оплаты или заключения сделки в зависимости от того, что у вас является событием. Второе. Это первое, что нужно. Второе. Соответственно клиент, конечно, который. Если хотите считать средний чек, то соответственно нужна сумма транзакции. И четвертое. Это период, за который мы считаем клиентов, ушедшим в отток. То есть сколько дней не платил. Сколько дней не платил. Нарисуем это вот так обозначить. То есть имея вот эти данные, мы можем построить этот отчет по сути практически по любым данным. И соответственно этот дашборд адаптировать к вашим условиям. Вернемся к дашборду нашему. Итак, мы познакомили вас с графиком, с дашбордом оттока притока клиентов и как определить, который позволяет вам определить активную базу, отток приток клиентов и основные тенденции по среднему чеку и валовой прибыли. Вверху показатели, о них тоже стоит сказать, это первый крипай показывает рост за последний месяц активной базы, троечку видим. Новый плюс возврат, то есть приток клиентов на 50 процентов, в мае был 4, в июне стало 6, то есть тоже позитивная тенденция. Изменение оттока из минус 4 стало минус 3, то есть это позитивная тенденция, потому что отток уменьшается на 25 процентов. И средний чек упал на 21 процент, это не очень хорошо, но по результатам нашей графика мы можем видеть, что в принципе все ок, если не читать последний месяц, но здесь возможно неполная информация. Итак, надеюсь было полезно, подробная информация под видео, смотрите, читайте, задавайте вопросы, обязательно комментируйте, очень полезно, когда вы задаете какие-то информативные вопросы, конструктивные, и тогда мы можем соответственно давать дополнительную обратную связь. Всем хорошего дня, всего доброго!